В Белгородской агломерации открылось сразу несколько спортивных площадок. Они появились благодаря всероссийской программе «Газпром детям». Особенность спортивных объектов в их многофункциональности. Они доступны всем желающим и будут работать независимо от времени года. Продолжит Елизавета Верещагина. Восьмиклассник Матвей Юрков занимается футболом уже пять лет. За это время не раз занимал призовые места на областных соревнованиях. Мечтает попасть в профессиональную лигу. Для этого каждый день оттачивает свое мастерство. Появлению новой площадки невероятно рад. Потому как теперь в школе есть дополнительное место для тренировок. И не только по футболу. Мы можем прийти с друзьями поиграть. Постоянно после школы играем, остаемся. Мне нравится, еще можно в волейбол поиграть. Хоккей еще можно. Потом зальют лед нам и поставят хоккейные ворота. И все, будем играть в хоккей зимой. Подобные площадки появились в Яковлевском районе, в поселках Дубовое и Новосадовой, а также в Белгороде, на территории механико-технологического колледжа. Это поле с универсальной разметкой для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса. Оборудованы воротами и баскетбольными кольцами. Все это дает ребятам возможность заниматься любимыми видами спорта и быть здоровыми. Детей теперь вообще в спортивный зал не загонишь. Они на улице, на улице и на улице. Теперь наша задача воспитать спортсменов, которые будут как минимум защищать честь нашей школы, а как максимум честь нашей страны. На открытии площадки в Дубовской школе первый символический удар по мячу на новом поле нанес глава областного управления физкультуры и спорта Олег Сердюков. В свое время губернатор обратился к компании «Газпром» с письмом, с просьбой поддержать то, чтобы построить площадки на территории Белгородской области. И это вот одна из десяти площадок, которая будет построена вот в этом году. Эти площадки очень востребованные. Здесь можно заниматься и зимой, и летом. Поэтому замечательное место. И уверен, что здесь будут получать удовольствие люди от занятий физической культурой. До конца 2017 года по программе «Газпром детям» в нашей области будет построен 21 спортивный объект. Это 10 таких многофункциональных площадок и 11 крупных спортивных сооружений, главным из которых станет Ледовый дворец в поселке Майском. Елизавета Верещагина, Андрей Москалик, Виталий Петренко, Евгений Кравцовский. Новости мира Белогорья.